Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительно массовое, а не абсолютно любые вязальные машинки с нуля. Сейчас мы с вами свяжем такой интересный узор, прерывающийся полоски. Связан узор нитками и рис, производства ПНК имени Кирова. На шестой плотности машинка Сильверит 840. Узор выполняется на одной фантуре. На всех машинках он выполняется абсолютно одинаково, за исключением того, что на машинах с нитеводом мы включаем рычаги частичного вязания, чтобы иглы не уходили в работу из переднего положения. Первое, что мы делаем, отметки на машинке. Отметки я делаю старым косметическим карандашом. Он отлично интересуется и очень легко стирается, не оставляя на машинке никаких следов. Делаю отметки на тех иглах, которые у меня будут выполнять роль столбиков. Видите, у меня здесь столбики, чтобы не перепутать. Итак, у меня основное полотно зеленое, фиолетовое будут только вставочки в трех местах. Раз, два, три с одной стороны, три с одной и три с другой. Ставить в переднее положение для вывязывания зеленых рядов я буду вокруг них. Раз, два, три, четыре. То есть у меня три фиолетовых столбика и раз, два, три, четыре зеленых столбика. По серединке столбик я уже выполняла, сейчас буду выполнять по краям. Распределять эти столбики можете как угодно. В принципе, ими можно заткать все полотно. У вас будут вертикальные столбики. Можно частями, можно просто где-нибудь пускать вот такие вот полоски отделочные. Итак, у меня включены рычаги частичного вязания. Я провязала 10 рядов основы зеленым. Теперь 10 рядов полосок. Серединки полоски были, делаю по краям. Отмеченные иглы ставлю в переднее положение. Рычаги частичного вязания включены. Две иглы ставят в работе, две в заднем положении. В принципе, можно по одной игле, можно по три, не важно. В данном случае принцип выполнения будет одинаков, только столбики потолще. Величина столбика может быть любая. Но предварительно провяжите образец, чтобы посмотреть, как у вас пройдут накиды. Потому что мы сейчас будем выполнять накиды. Так, у меня зеленая нить, я меняю ее на фиолетовую. Убираю зеленую, вставляю в нити водитель. Фиолетовую нитку, зеленую завожу за машинку. Следите за тем, чтобы у вас нить не попала в каретку. И провязываю два ряда фиолетовой нитью. Иглы в переднем положении. Провязали. Теперь убираю петель иглы, которые у меня стояли в переднем положении, и ставлю рядом стоящие. Выполнять это надо руками, если только у вас нет специальной линейки. Но обычно линейки достаточно широкие. И если мы будем выдвигать иглы линейкой, у нас очень большое количество игл выдвигается. Поэтому проще руками. То же самое делаем со второй стороны. Ставим в рабочее положение иглы, которые были в переднем. И переднее положение иглы вокруг тех, которые у нас не работали. Так, у нас были в прошлый раз три иглы. Теперь раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Между ними меточки. Все правильно. Меняю нить на зеленую. Собираю ее. Смотрите, чтобы в нитеводе не путались нити. Поэтому каждый раз проверяйте, как они у вас переплетаются наверху. И два ряда провязываю. Меняю обратно. То есть я провязала четыре ряда. Ставлю в рабочее положение эти иголки. И в переднее положение отмеченные. У меня в переднем положении три блока. Не могу сказать иглы, потому что это три пары. Вот так скажем. Провязываю следующую у меня фиолетовую. Я меняю нитки по очереди. Слежу за тем, чтобы в нитеводе все было четко, ничего не пересекалось, не переплеталось. Чтобы у меня не перепутались нити коробки, в которой у меня клубки лежат. И провязываю два ряда. Каждый раз проверяйте, что игла в переднем положении, стоят четко в переднем. Иначе они у вас войдут в работу. Провязали десять рядов. Последняя фиолетовая. Если у вас не получается десять, то получается какое-то другое количество рядов. Потому что можно вязать по четыре ряда, если у вас позволяет машина с накидами. Взор тоже будет интересный. Более широкие полосы. Пробуйте. Так вот, если вы не укладываете десять рядов, делайте какое-то другое количество рядов. Но самое главное, чтобы цветные полоски были по краям. Все провязали. Ставим рычаги частичного вязания в рабочее положение. И в нерабочее, простите. И сейчас у меня машина заберет иглу в работу и провязываю десять рядов. Провязали. И повторяем заново. Только теперь у меня будут в переднем положении иглы. Серединки. То есть я вывязываю полосы в шахматном порядке. То же самое. Меняю нить на фиолетовую. Обязательно включая рычаги частичного вязания, меняю нить через каждые два ряда. Провязываю такое количество полос, которое мне нравится. Если вам понравилось, нажмите нравится. Поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы вы в курсе всех обновлений. И до встречи в нашей школе машинного вязания. Где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.